Самая безопасная среда — это когда компьютер не подключен к интернету и даже к розетке. Но понятно, что в IT-компаниях это не работает. У любого безопасника есть профдеформация, профессиональная паранойя. Подождите, мы должны сейчас сто раз проверить, узнать, кто запустил, кто разрешил. Мы уже осознали, и теперь главное соответствовать. Ну, безопасники разные бывают. Пытаюсь формулировать. Надо сделать 25 приседаний, а потом вы в бар идёте. Всем привет, кто в зале. И всем большой привет, кто смотрит нас трансляции. Да, действительно, как правильно Тамара сказала, инженеры у нас, инженеры-безопасники, они от инженеров-разработчиков ничем по сути не отличаются. Но на самом-то деле вот всю ту техническую мякотку, все наши внутренние внутренние кухни, такие всегда вот интересные технические штуки, расскажут сегодня на нашем треке, безусловно, ребята. А я постараюсь задать тон нашей сегодняшней секции и поделюсь инсайтами о том, действительно, что такое инфобез в большой технологической продуктовой компании, как мы его видим, как мы его строим и к чему мы идём. И на самом деле безопасность в компании технологической, в компании продуктовой начинается с культуры. А культура начинается с того, как безопасность себя позиционирует. Мы часто привыкли воспринимать безопасность как, знаете, такой отдельный, ограничительный или даже, может быть, запретительный орган, который отстраивается во все процессы и следит, чтобы кто чего там плохого не сделал. Если что-то происходит, что не соответствует с представлениями безопасности о прекрасном и безопасном, то, соответственно, безопасность это останавливает, тормозит, знаете, как такой, ну, как такой полицейский, который вот там написал какие-то правила, сам их принял, сам по ним живёт и других заставляет. И что самое главное, в компании традиционного уклада это воспринимается нормально, это работает. Ну, то есть, если мы посмотрим на такую пирамидку ценностей, да, у нас вот во главе этой пирамидки бизнес, понятно, он зарабатывает деньги, мы здесь все ради бизнеса. Затем есть IT, все современные компании это IT-компании, поэтому, соответственно, естественно, IT помогает бизнесу. Ну, а вот внизу безопасность такое неизбежное зло, которое, ну, у них такая вот работа запрещать, да. Вот в технологической компании этот подход не работает. Дело в том, что, ну, окей, хорошо, ты мне, я хочу сделать какую-то дичь, я разработчик, ты безопасник, мне запретил. Хорошо, спасибо, я знаю, что я хочу сделать какую-то дичь, не надо мне говорить нельзя, ты мне, ты помоги. Если ты мне запрещаешь, ты мне не помогаешь. Помоги мне, расскажи мне, как сделать правильно. И на самом деле для безопасника, вот, который работает среди инженеров, для него самое страшное, это когда к нему не приходят и с ним не разговаривают. А не приходят и не разговаривают, если не видят пользы. И такое, можно даже сказать, проклятие безопасника, когда вот нет коммуникации, и, соответственно, он не знает, что там запустился какой-то продукт или где-то там что-то случилось, может быть, какой-то инцидент или поломался какой-то процесс. То есть он об этом узнает, но узнает потом, постфактум, и начинается вот эта классическая схема, что как, вы завтра запускаетесь, а мы-то не знали, вы к нам не пришли, поэтому, конечно, ни в коем случае, сейчас все оторвем и так далее, и все идет по кругу, конечно же, не способствует никак хорошему отношению безопасности со своими коллегами. И при этом, опять же, важно понимать, что если безопасность знает, это не самое страшное, если безопасность знает, что где-то что-то плохо. Ну, это нормально, можно работать, работать, можно какие-то меры компенсирующие применить, там, не знаю, внимательно это посмотреть. Если проблема серьезная, то эскалировать, в конце концов. Самое страшное, еще раз повторюсь, когда безопасник считает, что он все контролирует, что все замечательно, все хорошо, а на самом деле рядом есть такая большая серая зона, про которую он ничего не знает. Чтобы у безопасности получался эффективный диалог с инженерами, очень важно, чтобы безопасность правильно себя в компании позиционировала. В компании продуктовой, как правило, все основные функции строятся вертикально вокруг продуктов. То есть у продукта есть своя разработка, свои админы СРГИ, свои дизайнеры, свой маркетинг и так далее. А вот безопасность, она часто хочет видеть себя как такой суперцентрализованный, равноудаленный от всех продуктов орган, который так вот как консультант, как аудитор прибегает, втыкает градусник, какие-то требования предъявляет и потом убегает. Это на самом деле в компании инженеров очень плохо работает, потому что, ну, давайте будем честны, никто не любит консультантов. В технологической компании безопасность должна быть максимально близко к продукту, должна жить в продукте. У нас, например, во всех крупных юнитах, во всех крупных продуктах есть выделенные команды безопасников, ребята, которые, с одной стороны, они подчиняются центральной Б, но фактически, по сути, живут в юните, живут продуктом, буквально сидят рядом с инженером, и только так можно обеспечить максимальное проникновение и максимальную безопасность этого продукта. При этом нужно понимать, что когда ты работаешь среди инженеров, то просто какие-то правила, потому что я так сказал, они не работают. Инженеры – это ребята такие достаточно умные, которые не воспринимают, типа, вот здесь написано, что ты должен делать вот так, ну, написано и написано, ну и что? По бумажкам никто не живет. И если инженеры не понимают, что ты от них хочешь, зачем ты это хочешь, почему ты от них это требуешь, они просто не будут этого делать. Есть такое выражение, очень хорошо подходящее вот к нашему миру, то, что заборы, они для животных, а для людей есть надписи, знаки, с людьми надо разговаривать. Иначе они просто, опять же, повторюсь, будут обходить твои контроли. И вот есть такой пример, я его часто привожу, мне он очень нравится. Сейчас ситуация, она случилась где-то в начале века, была интернет-компания на тот момент известная, и туда пришел новый SEO, новый директор. И был, кто помнит, был такой живой журнал, ЖЖ Live Journal, одна из первых блогинговых платформ, и вот этот директор решил ограничить доступ к ЖЖ с рабочих мест. То ли про него писали там плохо, то ли просто он считал, что люди должны вот так будут больше, эффективнее работать. И он позвал технического директора и сказал, закрой доступ к ЖЖ. Окей. Директор пошел, технический директор пошел, что-то сделал, не знаю, наверное, в те годы, что он там на сквиде оцелку накрутил какую-то. И потом после этого спустился к своим ребятам, к своим инженерам и сказал, ребята, я вам ограничил доступ к ресурсу, доступ к ЖЖ. Кто за полчаса не найдет, как это обойти, того я уволю за профнепригодность. Вот мы среди таких людей живем, и нужно понимать, что если ты им что-то требуешь от них неудобного, они просто не будут следовать, тебе об этом даже не скажут. И вернемся к той самой ситуации, которую я сказал выше, что ты считаешь, что все хорошо, а на самом деле нет. Еще такой пример классический. И тоже очень часто безопасники любят ограничивать доступ по SSH между серверами. Потому что есть такое понятие, да, типа lateral movement, один хост проломил, и, соответственно, по другим хостам теперь ходишь, плохо, небезопасно, надо запретить. Админ, не знаю, там скриптом раскатывает конфидни какие-то, что еще, да, а ты ему запрещаешь, ты ему не говоришь, типа, дружище, давай придумаем тебе удобный способ, не знаю, что это настроим, ты говоришь, что SSH запрещено. Окей, хорошо, он берет и вешает SSH на какой-нибудь другой порт, на 4.43, например, который разрешен. Ты думаешь, что все хорошо, а на самом деле ты это просто не контролируешь. То есть когда ты живешь и работаешь среди инженеров, то вот такой подход в тупую, он не работает. При этом, так как инженеры, программисты, разработчики, это такие ребята с повышенным чувством прекрасного, с повышенным каким-то таким ощущением справедливости, то с ними очень важно коммуницировать, безусловно, безопасность не может не выдвигать каких-то требований, ограничений, ну, в конце концов, это часть задачи, часть работы, но при этом очень важно эти требования объяснять, почему ты так делаешь. И вообще коммуникация, она очень сильно повышает доверие, а доверие, или, как иногда принято говорить, карма, это очень важная штука, потому что ты банально просто какое-то количество инцидентов таким образом можешь быстрее заметить. Вот в качестве примера наверняка многие делают, да все почти сейчас делают, фишинговые рассылки, учебные фишинговые рассылки. Ты рассылаешь на своих сотрудников, на какую-то часть, и, соответственно, там кто-то кликает, вводит свой там логин, пароль, второй фактор, что-нибудь еще, и, соответственно, ты вот смотришь, кто у тебя людей, значит, как они обученные, а тем, кто кликнул, ты еще и там курс обязательно забабахиваешь там и так далее. Вот, и почему-то вот все считают процент кликов, да, процент сколько людей повелось. На самом деле это совершенно неправильная метрика, потому что у тебя она никогда не будет равна нулю. Всегда кто-то поведется, даже если у тебя суперно тренированные тобой сотрудники, а достаточно одного пробитого эндпоинта, чтобы потом зломышленник мог дальше пытаться развернуться. Поэтому на самом деле измерять надо не то, сколько людей кликнуло, повелось на твой учебный фишинг, а то, как быстро тебе сообщили об этом фишинговом письме, да, и в идеале еще должен идти на минуту, ты вот рассылку отправил, и тебе обратная связь тут же через там три минуты, и вот мне что-то странное пришло, посмотрите, пожалуйста. Вот это очень крутая метрика. У нас, например, в внутреннем мессенджере есть чат, спроси о безопасности, там несколько тысяч сотрудников, каждый день там десятки вопросов, то есть люди пишут, потому что знают, что они могут получить обратную связь, и коммуникация это очень важная составляющая безопасности. Безусловно, в продуктовых компаниях, в компаниях технологических люди разрабатывают большое количество своих инструментов, люди делают продукты, и, как мы уже упомянули ранее, на самом деле безопасники ничем от инженеров, от разработчиков не отличаются, они тоже пишут внутренние инструменты, они тоже пишут код, они тоже реализуют фичи безопасности в продуктах. Я часто шучу, что мы очень неудобный заказчик для вендоров, потому что когда ко мне приходит какой-то вендор и хочет какое-то свое решение продать, там с вероятностью 90% у нас разговор ничем не закончится, и дело не в том, что инженеры любят изобретать все свое. Безусловно, конечно, любят, но просто когда у тебя вокруг все сильно кастомизированное, много своих инструментов, своего тулинга, а, как правило, это или open source, или что-то написанное свое, то продукт с полки, он тебе просто не подходит. И, собственно, сегодня вы услышите такие доклады, мы расскажем про свой инструментарий по анализу кода, который мы создали внутри, мы расскажем про наши инструменты мониторинга инпоинтов, и это вот только маленький-маленький такой кусочек от того, что мы внутри у себя варим. Ну и, безусловно, любая инженерная компания, это история про скорость, скорость разработки, скорость реагирования на изменения рынка, это не только про безопасность, но и про безопасность в том числе, потому что ты, конечно, должен не отставать от других. В качестве примера можно привести, например, получение доступов. Вот человек вышел на работу, ему нужно получить доступ к внутреннему репозиторию, к документации, к каким-то инструментам. Часто в компаниях традиционного уклада это может занимать сутки. Ну что, там, большая неповоротливая компания, какой-нибудь банк, там, получил ноутбук, вышел на работу, три дня сидишь, куришь, пока тебе там все согласовывают, бюрократия, да. Где-то есть автоматизация на полуручном приводе, и доступы тебе прорастают за часы, например, в течение рабочего дня, и это где-то считается круто. На самом деле инженер хочет получить доступы мгновенно. Он хочет получить ноутбук, его открыть, один раз ввести, там, логин, пароль, второй фактор, не миллион разных различных паролей и кодов, и все, и сразу работать. То есть это означает, что там под капотом должна быть такая сложная штука из идентити менеджмента и провязки со всеми системами безопасности, и с внутренней структурой, и, конечно, рулевая модель. Вот это вот вся история, которая делает магию, но это на самом деле для инженера это не магия, это нормально. Он хочет писать код, он не хочет отвлекаться на какие-то там согласования, таски. Он открыл ноут и хочет начинать писать код. То есть удобство и скорость, наверное, два основных таких критерия, не знаю, если хотите, критерия счастья инженера. И, конечно, безопасность в том числе тоже должна инженеру это счастье обеспечить. Ну и, конечно, в продуктовой компании безопасность – это про продукты и про наших пользователей. Ведь, по большому счету, самое ценное, что у нас есть, это пользователи и их данные, которые они нам доверили. И мы эти данные должны защищать. Поэтому безопасность является интегральной продуктовой частью всех наших сервисов. Многие наверняка слышали про такую нашу инициативу, как ВК Протект. Это такая кросс-сервисная история, которая объединяет все наши крупные продукты. Но при этом нужно понимать, что важно не только человеку чего-то дать. Например, в том году мы решили, что уже хватит 2023 год, уже было все про пароли, все какие-то там смски, уже хватит, все, уже паролей быть не должно. И одни из первых внедрили в Рунете такую штуку, как OnePass. Но помимо этого, окей, ты сделал фичи безопасности, но важно еще и объяснить пользователям, что они есть, и научить пользователей этими штуками пользоваться. Поэтому мы стараемся тут, простите за такой небольшой, возможно, пафос, быть амбассадорами безопасности, и много сил и энергии тратим на то, чтобы объяснить всем нашим категориям пользователей о том, какие они инструменты безопасности имеют и как ими пользоваться. И таким образом надеемся, что делаем Рунет чуточку безопаснее. Спасибо.